Бисмилляхи рахмана рахим во имя Аллаха милостивого милосердного ассаляму алейкум мир вам сегодня наша программа посвящена теме ислам и спорт В одном из хадисов пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, говорится Учите ваших детей плаванию, стрельбе из лука и езде на лошади Герой нашего первого сюжета Рамазан Цуров, следуя заветам пророка Мухаммада, с ранних лет начал учить своих детей стрельбе из лука И заинтересовал этим древним видом спорта своих односельчан Смотрите репортаж нашего корреспондента из Ингушетии Тамерлана Хамхоева Я натягиваю стрелу, у меня плавно рука отходит назад, выпуская стрелу При этом надо, чтобы эта рука не дрожала, ни в коем случае Пусть никто из вас не остается в стороне во время стрельбы из лука, сказал пророк Мухаммад Да благословит его Аллах и приветствует Семья Цуровых из горного селения Джейрах заветы посланника Аллаха чтит всем составом Утро для них начинается с коллективной тренировки Для ежедневных занятий стрельбой из лука глава семейства Рамзан установил во дворе дома мишень И дети посвящают любимому виду спорта каждую свободную минуту Я тренируюсь каждый день, в любое время У нас дома есть мишень Но лучше я ночью стреляю, потому что у меня зрение хорошее Стрельба из лука укрепляет позвоночник и выправляет осанку Помимо этого, постоянный контроль за дыханием во время стрельбы позволяет развить легкие и сосудистую систему Плюс хорошая психологическая подготовка и тренировка для глаз Когда я много тренировался перед соревнованиями, пару лет И у меня улучшилось зрение Рабочий кабинет Рамзана домочадцы уже давно переименовали в хранилище луков Они требуют особого ухода и условий содержания Вешать на стену, класть на пол или стрелять в холостую нельзя ни в коем случае Иначе лук может потерять форму, утратить упругость и станет непригоден для точной стрельбы Вот лук, вообще его нельзя кидать, бросать Часто бывает так, что бросают лук, вот он обдирается Лук должен ставиться вот на такие полки, на такие стойки Вот он ставится до соревнований, после соревнований, вот он в таком виде Вот так было, чтобы сохранял товарный вид Мы же за машиной своей, зачем следим же постоянно Вот так же нужно ухаживать вот за луком тоже Марьям Цурову, как мать, в первую очередь радует то, что дети, занимаясь спортом Приобщились к здоровому образу жизни Научились работать над своим характером Обрели терпение и настойчивость, необходимые для достижения поставленной цели Именно этот вид спорта приветствовался нашим пророком Далсом Ходсом И поэтому я очень рада Я рада, что моя семья – это первая в Ингушетии семья, которая занимается этим видом спорта Пока это единственная семья, что в полном объеме все семь человек этим занимались И я думаю, что нашему примеру последуют, конечно, и другие наши земляки И не только наши земляки, но и мусульманские другие семьи Для Рамзана Цурова стрельба из лука – одно из многих увлечений Или, как принято говорить, хобби Рамзан – профессиональный литератор и известен на всю республику Как автор гимна Ингушетии и лирических стихов о родном крае Кроме того, Цуров проложил в горах несколько туристических маршрутов Для гостей республики он проводит незабываемые экскурсии по красивейшим и заповедным местам Каждую гору здесь Рамзан знает как свои пять пальцев А историю родного Джайраха изучил досконально Я знаю горную Ингушетию хорошо, как свои пять пальцев В силу того, что я родился здесь Еще в детстве я облазил все горы Старшая дочь Зульфия благодарна отцу и матери за то, что они сумели передать детям свои увлечения И сделали их жизнь разнообразной и яркой Если есть возможность чем-то заниматься, спортом, прогулками У нас есть возможность стрелять из лука, я этим пользуюсь и всем советую Но не только детям Рамзан передает свои знания, опыт и спортивное мастерство Он открыл секцию, где все желающие занимаются лучным спортом Инвентарь, разумеется, весь свой Многие луки и стрелы сделаны руками Рамзана В Ингушетии лучный спорт пока развит слабо Приобщить как можно больше земляков к занятиям стрельбой из лука – главная цель Рамзана И успехи уже налицо Недавно в Ингушетии прошел первый в республике открытый турнир С целью популяризации лучного спорта администрация республиканской столицы организовала соревнования для всех желающих В турнире приняли участие порядка 25 человек Мужчины и женщины состязались отдельно Очень много было желающих, но мы не смогли допустить всех желающих Потому что впервые подошел, взял лук и это желание не зависит Поэтому школа, конечно, была бы желательна Победительницей среди девушек стала самая младшая дочь Рамзана В борьбе за звание лучшей Мадина Цурова опередила своих сестер Я занимаюсь уже 3,5 года Я видела, как мой папа, мои сестры, братья занимались И я вышла на улицу и начала заниматься И сегодня я удачно выступил Я планирую, когда вырасту, участвовать в более крупных соревнованиях Лучники стреляли в мишень с 30 метров Такой дистанции нет на официальных соревнованиях Для профессиональных спортсменов она слишком мала Но лучники Ингушетии пока и не претендуют на профессиональный статус Я занимаюсь на любительском уровне Я не профессионал, у меня в сумме есть лук, блочный лук Сегодня стреляли из классического лука Я два раза, наверное, в жизни стрелял из классического Первое место среди мужчин на состязаниях взял сын Рамзана Цурова Магомед Победители получили грамоты, медали, памятные призы и аплодисменты болельщиков и зрителей Проведение турнира лишь первый шаг на пути к развитию этого благородного вида спорта в Ингушетии Рамзан Цуров уверен, большие успехи не за горами И поделился с нами радостной новостью Администрация Магаса планирует открыть секцию стрельбы из лука Республиканского уровня с бюджетным финансированием Тамерлан Хамхоев Хаваш Горьков, мир вам из Ингушетии У нас в гостях руководитель молодежного отдела Совета Муфтиев России Рафис Минулин Ассаляму алейкум ва рахматаллахи ва баракятух, Рафис Алейкум ассаляму алейкум ва баракятух, Динара Ханум Помимо того, что упоминалось в хадисе в начале программы Какие виды спорта еще рекомендованы мусульманам? Помимо того, что сказал наш пророк Мухаммад Саллаху алейкум в своем изречении Очень много спортивных игр И самое интересное и самое популярное, это, конечно, бег Где пророк Саллаху алейкум ва салям сам состязался со своей женой Аишей Где она же передает то, что она говорит Пророк Саллаху алейкум ва салям со мной состязался в беге Чтобы показать людям, что это является сунной И то, что это дает нам благо Что же касается еще, это также у нас футбол, волейбол, баскетбол Это все туда входит Есть одно но, что нужно соблюдать нормы шариата Мы должны уважать друг друга, не оскорблять Если, например, я бегу и задел своего брата, мусульмана Или же друга, даже человека из другой конфессии Я ему первый должен сказать Прости меня, пожалуйста Я был неправ А если вас задели? А если меня задели, то я просто прощаю Эти все виды спорта важны для того, чтобы не быть красивым и показываться людям Быть стойкими, держать себя в форме Например, бассейн, плавание Это очень развивает наши мышцы, развивает наше телосложение И также развивает наши внутренние органы Например, я преподаватель арабского языка и таджвида Я понимаю, что такое задержать воздух Или же взять воздух подольше и прочитать аят полностью Это очень полезно Это очень полезный вид спорта Поэтому я всегда говорю своим студентам Чтобы они занимались этим видом спорта Для того, чтобы смогли прочитать правильно, красиво священный Коран Машалла Это на самом деле прямая связь Потому что я знаю многих вокалистов Которые занимаются плаванием для того, чтобы укреплять дыхание Какие виды спорта нежелательны для мусульман? Нежелательным видом спорта является тогда Когда люди приносят друг другу увечья И травмируют себя Это ММА, это UFC Эти единоборства, где люди бьют друг другу по лицу И эти виды спорта не просто нежелательны А категорически запрещены Также нежелательным видом спорта является то Что наши братья-мусульмане И также наши сестры занимаются видом спорта Где по правилам должен быть открыт аурат То есть открытое тело Открытое тело Но на самом деле разрешенных видов спорта Больше, чем запрещенных видов спорта А сейчас наш корреспондент из Татарстана Алексей Попович Познакомит вас с традиционным видом спорта тюркских народов Которую ЮНЕСКО внесло в список нематериального культурного наследия человечества Круг, два соперника и два крепких полотенца Этого достаточно, чтобы сойтись в схватке по правилам татарской борьбы Куреш В этом спорте нет кровавых зрелищ Куреш соответствует сунью пророка, мир ему Но драматизм и напряжение делает каждый поединок зрелищным Чем меньше прием, тем сложнее бросок получается Куреш для Вахита Давлетшина больше, чем спорт Это любимая работа и во многом смысл жизни С детских лет Вахит увлечен этим видом традиционной борьбы Выступал сам, стал мастером спорта, ушел на тренерскую работу Тренер Давлетшин вырастил несколько поколений чемпионов-борцов Каждому спортсмену он не устает повторять В спорте важна не только сила тела, но и сила духа Чемпионами не рождаются, а после долгого упорного труда чемпионами становятся Говорит тренер Среди его учеников и четырехкратный чемпион мира по борьбе Куреш Раиль Нургалеев Именно спорт в свое время помог деревенскому пареньку выработать сильный мужской характер Все дает, если ты спортсмен, ты себя тренируешь У тебя в жизни легче будет странно, у тебя характер там формируется Виды борьбы аналогичны и Куреш Есть у многих тюркских народов Существуют лишь небольшие различия в произношении названия и в правилах Суть остается единой Надо точным красивым приемом поднять соперника над ковром Или уложить его за пределами круга Ни один сабанту не может обойтись без соревнований борцов В каждой татарской деревне мальчики, юноши и мужчины Круглый год оттачивают мастерство, чтобы в день праздника Выйти в круг и побороться со званием батыра Как национальную особенность борьбу Куреш включили в программу летней универсиады Которая проходила в Казани в 2013 году Регулярно проводятся и чемпионаты мира На эти соревнования, кроме команд из России и среднеазиатских республик Приезжают спортсмены из Данима Зурбежья Азия очень хорошо борется У них борьба одинаковая у нас почти Борьба одинаковая, они умеют бороться С ними тяжелее Вот там Америка, из Китая там был Япония были даже соперники 30-40 стран участвуют Спортсмены под руководством тренера Давлетшина Тренируются 2-3 раза в неделю Рамиль Абдулин стал заниматься татарской борьбой недавно Пока к работе с партнером тренер новичка не допускает Приходится отрабатывать технику на манекене Рамиль усердно выполняет указания наставника И прерывает тренировку только на молитву Как бы спорт нужен А борьба это как, так сказать, как сунна Нашего пророка Вот поэтому искал и нашел вот халяль Такое вот занятие Нет ударов, как бы нет каких-то там музыки Или там смешения Много приемов и элементов национальной борьбы Куреш Вошло в отечественную систему единоборств Самбо Сейчас это боевое искусство набирает популярность во всем мире Возможно, в будущем Куреш войдет в олимпийскую программу Казанская универсиада показала У этого вида спорта есть верные поклонники И соревнования по национальной борьбе Могут собирать полные залы Алексей Попович Мир вам из Казани Рафис, вы активный пропагандист здорового образа жизни Какие соревнования проводятся по вашей инициативе? По моей инициативе проводятся такие соревнования, как по катушке То есть катание на льду на коньках Мы зимой в основном бегаем на лыжах Катаемся на коньках Это наш вид спорта зимний Что касается лета Я собираю народ, молодежь Чтобы мы пошли в какое-нибудь место красивое Выбрались в такое место, где есть и поле футбольное, и волейбольное Мы приходим туда, устраиваем какое-нибудь мероприятие Кто-то играет в футбол, кто-то знакомится Наша задача является в нашей сфере, в наших мероприятиях Это познакомить молодых ребят и девушек друг с другом Например, я тоже так же познакомился со своей будущей супругой На наших же мероприятиях Машалла Также не могу не отметить Это футбол Мы в Московском исламском институте собираем свою команду И не только наши студенты участвуют в этой игре А также из духовного правления мусульманской федерации Приезжают к нам и хазраты, и просто имамы простые Которые приезжают и с нами вместе тренируются Но мы тренируемся не для того, чтобы просто форму сохранить А для того, чтобы участвовать в соревнованиях В Москве очень много таких соревнований Например, в Мадресале Фатиха Рамиль Хазрат Фадхуллин Он постоянно проводит такие соревнования Где общины между собой соревнуются Куда сам приезжает Ружан Хазрат Абясов Который является заместителем председателя Совета Муфтев России Равиль Гаиндина Он сам лично с нами играл в футбол Он от и до участвовал в этих соревнованиях А сколько существует в Москве исламских футбольных команд? Исламских команд в Москве очень много Очень много Самая сильная команда Это команда наша мусульманская Которая называется Поклонная гора И это является в Москве Они играют в втором дивизионе Играют в Спартак-Москва, в Спартак-Нальчик Рафис, а в других регионах проходят такие соревнования? Конечно, безусловно, все это проводится Проводится в Духовном управлении мусульман Также это и на Кавказе это есть Также у нас и в Татарстане это есть В основном, самый масштабный это футбол Конный спорт очень популярен в регионах России И особенно на Кавказе И самое интересное, самое, которое сейчас распространяется Это стрельба из лука Я сам был этому свидетелем То, что в Липецком районе, когда я приехал туда в гости К своему другу, он меня позвал на это соревнование Я первый раз участвовал в этом И это было очень интересно Некоторые девушки-мусульманки отказываются от занятий спортом Мотивируют это тем, что традиционный спорт Требует публичности, открытости одежды И тренировок в присутствии мужчин Что вы можете посоветовать нашим сестрам? Много, очень много в Москве таких мероприятий Где проводится это все закрыто Где не попадает ни один мужчина Где люди в хиджабах, как хотят одеваются И есть учителя, которые преподают это все Преподносят красиво И они являются мусульманами Например, проводили тоже такое мероприятие Играли в футбол Я организовывал этот матч Где, например, сестры собирались отдельно Мы для них сняли спортзал отдельно И футбол для наших братьев Отдельно все это снимали Футбол, волейбол, это даже плавание Уже много мусульманок, которые участвуют в этих соревнованиях И они в хиджабе, они выполняют повеление Всевышнего Аллаха Большое спасибо, Рафиз, что вы пришли к нам в студию И так позитивно, энергично рассказали И о своей деятельности, и о том, как нужно относиться К своему здоровью и совершенствоваться Это вам большое спасибо за то, что пригласили к себе Я очень рад быть здесь с вами И я приглашаю ваших зрителей И лично вас приглашаю на наши все мероприятия Следите за моим инстаграмом Большое спасибо, Рафиз В заключении программы Наш корреспондент Патимат Бурзиева Познакомит вас с древнейшим видом спорта Который требует не только личных усилий Спортсмена, но и кропотливой работы с другом и партнером Добиться успеха они могут только вместе Ахмед Мукаилов уже два года ухаживает за лошадьми Фиалка одна из его любимец Конюх признается, что породистые скакуны Требуют особого ухода и внимания Чтобы вырастить вот такую красавицу Необходимо несколько лет труда и заботы А потом с молодой лошадью сможет работать спортсмен Человек, как существо разумное, должен завоевать доверие животного Научиться управлять его нравом И лишь после упорных тренировок Пара скакун-жакей готова к участию в соревнованиях Уход за каждой лошади у нашей конюшни почти одинаковый Со всеми хорошо ухожу Конно-спортивный клуб «Узден» был создан пять лет назад По инициативе любителей конного спорта И ценителей прекрасных созданий Всевышнего лошадей Работает клуб на общественных началах Сегодня в конюшне семь скакунов охалтыкинской породы Занимаются здесь чем? В первую очередь они общаются с лошадьми Они учатся с ними находить контакт Потом они получают навыки верховой езды Более успешные и прогрессивные Начинают прыгать верхом Кто-то даже стрелять из лука Верховая езда, скачки, джигитовка В крови у горцев Конь для кавказца издавна был лучшим товарищем И на войне, и в мирном труде Лошадь была для дагестанцев Для всех верховым животным То есть боевым товарищам И лошадь помогала и по хозяйству То есть походя огороды В горах Использовали как бы ездовую И таскали груз на брички История традиций дагестанских народов Самым тесным образом связана с лошадьми Не зря Дагестан издавна называли Краем джигитов Пророк Мухаммад Мир ему и благословение Всевышнего Очень любил лошадей И об этом известно из многих хадисов У посланника было несколько любимых скакунов Исходя из хадиса пророка Мухаммад Но нужно не только к лошади Ко всем животным оттаскиваться хорошо Ну и развивать, и поддерживать Развивать, возрождать Суну пророка Уже больше сорока лет В Дагестане разводят лошадей Халтыкинской породы Много раз спортсмены республики На халтыкинцах становились чемпионами Мира, СССР и России Именно каждой парой победителей Наездника из кокуна Навсегда остались в истории Конного спорта Скачки и состязания по джигитовке И сегодня проводятся во многих районах Дагестана Конный спорт подразумевает Под собой очень много разных видов состязаний Скачки, конкур, выездки, дистанционные пробеги А в Дагестане Самые распространенные у нас скачки В каждом районном центре Каждый год Начиная с мая в Дагестане Повыгают скачки С большим призывным фондом В клубе Узден думают о завтрашнем дне И занимаются не только тренировками и состязаниями Но и селекцией охалтыкинцев Совсем недавно здесь появились на свет Два чистокровных жеребенка Помимо спорта В клубе Узден Хотят развивать и конный туризм Дагестанские наездники Досконально знают Не только повадки лошадей Но и историю, географию И достопримечательности родного края Гости республики Под руководством джигитов Смогут научиться уверенно держаться в седле Надышаться чистым горным воздухом И насладиться красотами Кавказа Патемат Бурзива, Рамазан Магомедов Мир вам из Дагестана Ну вот и все на сегодня Следуйте заветам пророка Мухаммада Мир ему и благословения Всевышнего Берегите свое здоровье И занимайтесь спортом Я желаю вам милости И благословения Аллаха Вассаляму алейкум Варахматуллахи Вобаракятах Мир вам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok